МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Здоровья, холодная каштовность. Меры профилактики COVID-19 – праоритету охове працы на предприемствах. Сокрыты подземелья. Палацево-парковый ансамбль рыхтует до открытия незвычайный старожитный объект. Легендарный цирк Никулина на Коляровом бульваре выступит у «Гомели». Премьера уже в ближайшую субботу. А зараза б гэтым меньшим, больш подробязна. Летальности от коронавируса у Беларуси меньше, як один процент. По колькости заражений у наша краина займая 51-е место у свете. Такие лишь бы выникзладженные работы на усих узровнях. От профилактики до выявления и лечения. А еще статистика залежит от каждого человека. На кольки отказно он ставится до своего здоровья. Береже інших и прислуховывается до парад эпидемиологов и медиков. Гэтатычится и выполнение санитарных норм на працонных местах. Разом с урачом-гигиенистом Марина Северьянова наведала фабрику «Восьмая соковика». Швачка Валентина Туровец каже, что керавництво фабрики вельми худко адраговало на першую хвалю коронавируса. Тогда захворила не аж мать ее коллег. И зараз тут так само клопотятся об коллективе. Треба носить маски, обовязково вымирать температуру. Ты и мастер подчас працонного дня цікавится самоотчуванием людей. Мы, во-первых, всегда ходим в масках, друг от друга, чтобы у нас есть и вдруг не передавалось. И у нас защита антисептиками идет везде. В комнате приема пищи, в туалете есть стоят. На фабрице працю омаль 1230 человек. Дякуючи принятым мерам, подчас первой хвали ковида на предприемстве не было лавиноподобного всплеску захворывания. Тогда коронавирус был подтвержен и прикладно у 80 человек. Зараз у семи. Загадчик здравпункта Алла Боханова каже, что от шастей до и заходят проверить тиск, тиск за скаргами на головную боль. С вирусными захворываниями на шмат радей. Если где-то какие-то симптомы, то, во-первых, подразделения все отправляют, если люди плохо себя чувствуют, в здравпункт. Здравпункт работает в первую смену. И всегда человек может получить консультацию. И при необходимости, померя в температуру, конечно, выдается направление или рекомендуется идти домой и вызвать реча. Фабрика «Восьмая саковика» – это еще и фирменная крама. Треба клопотиться об покупниках. И они так само должны отшивать себя в безопасности, заходячи в гандлевую залу. Мы заботимся о наших покупателях в наших магазинах. Поэтому у нас установлены антисептики для того, чтобы обработать руки. У нас есть наглядная информация о том, что необходимо соблюдать дистанцию. Есть разметка, которая необходима для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию при приобретении товара в наших магазинах. И если вы обратите внимание, у нас две кассы, то есть для того, чтобы не создавать скопление людей и обеспечить необходимую социальную дистанцию. Подчас первой хвалы недопроцовки по выполнению санитарных норм фиксовались омально половые предприемства и организации в области. Зараз недохобы выявляются прикладно на 30%. Если на начало года на отдельных предприятиях регистрировалось отсутствие дезинфицирующих средств антисептиков, средств индивидуальной защиты, то на сегодняшний день большинство нарушений связано с человеческим фактором. Например, неприменение средств индивидуальной защиты, несовременное пополнение дозаторов, некачественное проведение или непроведение входного предсменного фильтра на предмет наличия респираторных инфекций, а также применение антисептических средств, не обладающих подтвержденным вирулицидным действием. По словах Ягора Лазаковича, на предприемстве 8-е Саковика выполняются все мягчимые профилактические меры, чтобы сохранить коллектив здоровым. Первая хваль о COVID-19 припала на весну лета. Традиционно это эпидемично спокойный час. Зараз же еще и уздым, захворывание острыми респираторными инфекциями и гриппом. Уявите, какое выпробование для организма, когда заразится сразу и гриппом, и коронавирусом. Тому медики и эпидемиологи рают и просят, носите маски, не забывайте про антисептики, выконывайте социальное дистанцирование. Заставайтеся здоровыми! Марина Северянова, Сергей Камков, Телередовая компания «Гомель». Протягиваем выпуск. У Житковича 32-х годовый мужчина зарабил образливые надписы и малюнок на державном флазе Республики Беларусь. Мясовый жахар разместил полотнище на стене ресторана каля своего дома. Мэтана Керована примоцевал яго на самом бачном месте. Необыяковые грамадяне звернулись до правоохолников. На протягу суток особу подозронного установили. У мужчины конфисковали маркер, липкую стушку, телефон и планшет. Назначена экспертиза. Узбучена криминальная справа. Расследованием займается Житковицкий районный отдел Следующего комитета. Раскаивался в этом деле. На утро я хотел уже этот флаг снять, потому что мы поняли, что я написал очень плохие слова. И как бы уже когда я хотел снять, уже там милиция была, Следственный комитет был. И я побоялся, что он мне то есть стоит, и я уехал. Надо, когда выражать свое мнение, не таким образом, что писать на флагах вот этого. Суд Жлобинского района разледзил криминальную справу у относенных до 60-ти годового мужчины. Грамадянину стане алкогольного опьянения кинул у инспектора ДАИ пластиковую и две шкляные бутыльки. Одна из них трапила в голову. Инцидент отбылся в Жнивне подчас несанкционированного массового мероприемства. Супрацовник правоохоуных органов отримал травму. Когда находились в шеренге, почувствовал удар каким-то предметом. Потом сразу услышал, что звон разбитой бутылки. Через несколько секунд почувствовал, что теплое на лице. У него что, течет кровь. Обвиноватшиному назначено покаранье. Четыре годы позбавления воли и грошовая компенсация у померы 1 500 рублев. Косрая пошел на полиции, а мы тоже не генапорта, тогда не обманываешь. Против законной власти, куда идти? Против законной власти мешаете? И наши будут все дети. А лучше на свободе будут все дети. Супрацовники музея Гомельского палацево-паркового ансамбля рыхтуют до открытия еще один старожитный объект. Размова идет про два склепа, побудованные в 1960-м годе. Сокрытые Гомельского подземелья. В нашем наступном сюжете. Территория, на якой зараз находится Палац Румянцевых и Паскевичау и прилегающий до его парк, была заселена каля 5 тысяч годов тому. У 80-х годах минулого стагодзя у земли знайшли старожитную келью, але докладных дадзинах обчасье ее побудовы нема. Вядома, что на территории парка ясновал великий подземный ход, але верогодний за все его разбурыли подчас будовництва Палаца в 18-м стагодзе. Темболь, что тут прокладывали яше и инженерные коммуникации, які в 20-м стагодзе гомельшане так само называли подземными ходами. Человек невеликого росту, саправды, мог рухаться по их практически свободно, заразены забетонированные и засыпанные землею. Весь гомельский дворцово-парковый ансамбль, он пропитан какими-то ходами древними времен Румянцевых и Паскевичей, когда строились подземные коммуникации, вытяжные трубы, затем вентиляция, канализационные спуски, ливневки. Это все породило последствия у людей миф или легенду о подземных ходах. По сути, это технологические коммуникации. Разом с тем, подземные сокрыты у гомельским парку иснуют и сёння. Вядома, что достатково великие помешкания есть каля каплицы и зимового саду. В свой час у них находилось обогревальное обсталевание. Интерес для наведывальников могут уявлять и два склепы, которые находятся непосредственно каля палаца. В 1860-м годе их побудовали для заховывания продуктов. У апошни 10-го дня они не выкаристовывалися. Зарядку помешкания наведывали супрационники музея, али только для проведения ремонтных работ. Минавито гэтые склепы зараз рыхтують до открытия для наведывальников. Конкретный термин, поколь не называют, али подрыхтовшая работа уже ведется. Погреба ледники сейчас закрыты на реконструкцию, разрабатывается проектная смертная документация и в будущем здесь откроется, то есть будет происходить музификация этих объектов и что-то будет, что пока сюрприз. Дальше с кропки гляджения наявности старожитных подземных сбудований, Гомель саправды может уявлять великий интерес и как для вудшоуных, так и для звычайных грамадян. Докладных доследований на гэтыконт не проводилось, алию с подставы мерковать, что склепы иснуют у первоважной большинстве будынков узведенных до Кастрышницкой революции. Правда, як трапить туды часто никто не ведая. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания Гомель. У гонор славутого земляка у агрогородку Круховец, Калинина, Добрушского района одновили над могильную плиту Михаила Гольдина, ветерана Великой Айчинной войны. Михаил Маркович трапил на фронт у 1941-м. Прас два годы нехта выдаў гитлеровцам яго дятей і жонку. Жанчинна засталася живая, але троих дятей фашисты расстралялі. Великую перемогу Михаил Гольдинс устрэл ў Берліне, а трымаў шмат боевых узнагарод. Калі вернуўся на радзіму, стаў дыректорам Круховецка-Ленинской восьмігадовай школы. Установа двойчы была ў Москве на ВДНГ, як узорно-паказальнае. Догі гады педагогі і навучэнцы доглядалі за магілай блога дыректора, але стягам часу помнік на ёй прайшоў ў заняпад. Дякуўчы патрымцы Гомельскага обласнога адзялэння Беларускага фонду Міру пліту аднавілі. Захаванне памяти прагероў вайны адзін з галоных на прамка ўдзейнасті абласной арганізаціў. Адзін з лепшых ўкраэння. Па выніках рэспубліканскага агляду конкурсу сярод дзетячых оздравленшых лагерыв ўліку перамошцаў Василёк – лагер на базі аднаэменнага санаторія ў Гомельскім районе. Організаторы конкурсу – Рэспубліканский центр па оздравленні і санаторно-курортным лячэнні насельніства, а так само Міністэрства аддукаціў Рэспубліки Беларусь. Василёк занял першая месца ў номінація лепше медыцинске забезпячэння. Во умовах несприяльной эпидемичной ситуации такая узнагорода мае особливую каштоўнасть. Оздравительна кампания началась позже в этом году и проходила в новых условиях. Были предприняты ряд мер по обеспечению безопасного пребывання дзетей в оздравительных лагерях. И оздравительный лагерь с этим успешно справился. Санаторый Василёк знаходзіцца на балансе гомельскіх тепловых сеток. Летам тут прайшлі оздравлення 320 хлопчыков і дзяўчынак. Большасть з їх – деці супрацовнікаў энергосістэмы. Каб не допустіць захворвання на коронавірус, лагерь Василёк прыняў беспрецэдэнтныя меры. Халовныя – безвыездны режим работы персонала. Санаторый прапыниў звыклую дзейнасть, ў яху пакоях размістіліся супрацовнікі Василька. Вынікі зладжанай работы лагера крысамовныя. У непростых умовах ён паспяхово адпрацаваў ўсе чатыры змены. У гомельскі дзержавны цырк прыехалі московскі артысты. Уже на гэтых выходных на манежі выступіць легендарны цырк Нікуліна на Каляровым бульвары. Наш корэспандэнт Ганна Каральчук адправілася з-за кулісы, каб даведацца, як ідзе падрыхтолка да новаго шоу. Больше всего, по секрету, скажем, любят сушки. Растыни, сладкі сушки – це единая валюта на весь колектив. Гэта англонубийскі козы, кексы, розынка. Такіх наурад ці дзе нибудь убачиш на арене. Ат своіх субратов яны адрозніваюцца высокім інтелектам і велікімі памерамі. І практична немаець характерна гапаху. Дресіровшыкі кажуть, што працю за іміускладня іміна віта іх розум. Жывел і худко починають шантажевать чоловека і пастаянна випрошують ласунок. За гэта і обруч на шіі крутіць будуть. А гэта іх колега по арені – амеріканскі міні-хорс Фантик. Йон – самы малінкі дресірованы коню свєці. У карку яго рост досягая 60 сантыметраў. Дать морковку? Морковку дать? Дать. А мож, побить? Нет? А морковку дать, да? Со своїми подопечными Алена Павлович приїхала у Хомельс Москвы. А пошній раз была тут 10 гадоў даму. Кажа, за гэта час многае ў цырку змянілася. Чыста, просторна, ёссена і гарача вода. Полны комфорт для жывел. Уже увечері не отправяться на арену репетіроваць. Лошадзі ў нас будуть паказываць два номера. Это «Свабода» і «Высшая школа». В «Свабодзі» участвують чтырі белых терскіх лошадзі. Ну і в школі тоже терскі конь, вот он перед вами. Его зовут Оксфорд, полная кличка. Ну, так как мы его сократили до «Дуси». Это, правда, мальчик, но всё равно «Дуси». Ну, так получилось. Більш часу на адаптацію до нового місца треба бурым мяцьвеззям, яких дресірують народный артыст Росії Віктор Кудравцева і заслужена артыстка Росії Вольга Кудравцева. Право выступать у труппе знакомітого цырка ім'я Нікуліна отримлюють тільки і висококласні артысты. Наприклад, гэта «Касалапы» одзіны у світе, маюць водіцькае посвечення і кіруюць автомобілем і картінгам. Им падуладны усе навыки людзей – язда на мотоцикле, скейтах, жанхлірованне кольцями і многое інше. Не глядячи на свій грозный выгляд, гэтаі мішкі траваєдныя, сілкуються у основно садовіною, молочними продуктами і вядома мёдам. Тым часом у дворы уже разминаються дресіровані собачкі розных пород – от вілізарных догов до маленьких чахуахуа. На арені цырка уладковаць абсталявання для рэпітицій гімнасту і акробатов. У програмі будуть такі нумори, як поветранний політ, кола смерці і балетна варіація у пуантах на канаті. Усі артисты з нетерпінем чекають зустрічі з глядачами і кажуть, що білорусська публіка вельми удачна. Среді артистів бутує таке мнення, що, по-мягче так сказати, ще зритель здесь недостаточнікий, такой, як в Москві, допустим, наелся уже, знаете, искусством, театрами, искушенний, да, можна так сказати. І паэтому десь зритель тєплый, отзывчий, добрий, всі сміються, ну, па крайній мере, це я чуствую, тому що, ну, клоунув, що саме главне, заряд отдал, заряд получил. Паэтому десь тєплая така обстановка зрительська, круто, мені дуже подобається роботи з десь. Прем'єрний показ программы «Ура, ура! Я у цырка іду» от московського цырка «Никуліна» пройде у суботу у 17 годзі. Артисты будуть выступать на Гомельській арені до 6-го Снежня. Ганна Коральчук, Сергій Камко, Телерадо, компанія «Гомель». Гэта і атак сама іншія новіна, інформацію об проєктах Телерадо о компанії «Гомель» ви можете знасти на нашім сайті у інтернеті. Па адресі www.tvrgomel.by. На гэтым випуск завершений. Усяго вам доброго і до нових зустріч у ефірі. Дякую за перегляд! Пожарі в Житковичському районі. Коли спасателі прибыли на місто, із окон дому шел густой черний дым. При проведении розведки в жилій комнате сотрудники МЧС обнаружили тело хозяйки дому 1966 г. рождения. В результате пожара уничтожен пол, повреждены стены і імущество в двох жилых комнатах. Предполагається, що возгорання возникло в результате неосторожного обращення с огнем при куренні. Обстоятельства произошедшого устанавливаются, следователи районного отдела проводят проверку. Неосторожное обращение с огнем при куренні. Именно эту фразу чаще всего мы встречаем в сводках. І неудивительно, що причина большинства виїздів подразделений МЧС на огненіе проїженство связаноються именно с этой пагубной привычкой. Уснув з сигаретами, плохо забочковав, либо выбросив тлеющий окурок в окно, который потом ветром занесло в соседнє окно. Последуючі события в таких ситуациях розвиваються одинаково. Различається лише ісход, который чаще всего трагический, как в данном случае. Всего за минувшие сутки произошло два пожара в жилом секторе. В садовом товариществе СОЖ-2 Гомельского района горел двухэтажный жилой дом. Огонь повредил потолочное перекрытие в здании. Обошлось без пострадавших. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Оперативники сорвали сделку по продаже марихуаны и задержали 34-летнего продавца. Милиционеры изъяли у мужчины три бумажных свертка с веществом растительного происхождения. Эксперты подтвердили, что это каннабис. По месту жительства у наркодилера нашли пакет с марихуаной. Общий вес наркотика составил 900 граммов. Избежать ответственности не смог и 37-летний покупатель. Возбуждено уголовное дело. В Будокошелевском районе мужчина незаконно перемещал мертвую особь кабана. Местный житель перевозил ее в прицепе служебного транспорта. Животное погибло на поле в результате наезда комбайна. Гражданин планировал использовать стушу для кормления домашней собаки. Возбуждено уголовное дело. Перемещение транспортировки охотничьих животных нормируемых видов, в том числе погибших или их частей, осуществляется на основании оторванного от закрытого разрешения на добычу охотничьего животного талона на провоз продукции охоты, в котором заполнены все реквизиты, либо на основании соответствующего акта. За незаконное перемещение, транспортировку или разделку диких животных, относящихся к объектам охоты, в том числе погибших или их частей, в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 282 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В Хоникском районе ищут мужчину 1988 года рождения. 25 октября он ушел из дома. Местонахождение его неизвестно. Пропавший был одет в черные брюки, майку и спортивную кофту. Его приметы. Рост около 170 сантиметров, среднее телосложение, светлые глаза, короткие волосы. Если вы видели этого мужчину или обладаете информацией о его местонахождении, сообщите по номерам, указанным на ваших экранах. Гомельская пограничная группа информирует, на стрельбище Борчевка войсковой части 1242 будут проводиться учения. Стрельбы запланированы на периоды с 9 по 13, с 16 по 20, с 23 по 27 и 30 ноября. Время с 9 до 19 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борчевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Славе и Белшину сыграли перенесенный матч 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Поединок проходил в Мозере. Хозяева открыли счет уже на седьмой минуте. Франсис Нарху лицевой оставил неудел Станислава Сазановича. А после поразил дальний угол ворот соперника. Удержать победные цифры на табло команде Михаила Мартиновича не удалось. Удар Дмитрия Рекиша из-за пределов штрафной на 66-й минуте вынудил Николая Романюка капитулировать. 1-1 соперники поделили очки. Уже завтра стартует 28-й. Туруславия играет в воскресенье 8-го ноября дома против столичного Динамо. Матч на стадионе Юной стартует в 15-0-0. В таблице чемпионата Мазыряне на 12-м месте лидирует Батэ. В первой лиге также играют перенесенные поединки «Спутник» и «Крумкачи» черту под 20-м туром. Обе команды претенденты на одну из двух прямых путевок в элитный дивизион. «Спутник» лидирует в чемпионате «Крумкачи» на третьем месте. Победа для реческого коллектива это практически гарантия на повышение. Для минчан это подъем на вторую строку. Сидевшие до 2-го ноября в карантине игроки «Спутника» оказались в хорошей форме и в добавленное к первому тайму время сумели открыть счет. Успех принес угловой. Мяч в ворота хозяев переправил Алексей Кравченко. В первой минуте Вадим Курлович похоронил надежды «Крумкачей» на зачетные очки. 2-0 победа «Спутника», который, имея два матча в запасе, практически гарантировал себе место в высшей лиге. Традиционный легкоатлетический фестиваль «Снежная рысь» пройдет в Гомеле 11 и 12 декабря. За награды будут бороться юные спортсмены в двух возрастных группах 15-16 и 17-18 лет. В соревновательной программе беговые и прыжковые дисциплины, толкание ядра и многоборье. Планируется, спортсмены из Белоруссии и зарубежья. Заявки организаторы принимают до 7 декабря. Грядущий фестиваль «Снежная рысь» станет шестым по счету. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».